Из криминальной хроники. В Дубовке задержали местного жителя, который подозревается в кражах камер видеонаблюдения. С начала этого года в районном центре была зафиксирована целая серия подобных преступлений. Первое сообщение о краже поступило от администрации города Дубовки. С фасада здания исчезли две видеокамеры. Затем техники лишилась местная школа. Здесь пропало сразу три прибора для наблюдения. Не досчитались одной камерой и в педагогическом колледже. По фактам совершенных краж были возбуждены уголовные дела, но выйти на преступника не удавалось. Задержали похитителя после того, как в конце августа без видеооборудования остался Олег Героев в Дубовке. Это самый центр города. Здесь стоит памятник безымянному солдату. У нас на Олег Героев похоронен участник Великой Отечественной войны. Там была основная видеокамера, благодаря которой отдел внутренних дел следил за порядком, за обстановкой, которая там происходит. И, значит, данная камера была, скажем так, кража данной видеокамеры, это имело большой общественный резонанс. Значит, были брошены все силы на расходе данного преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен правонарушитель. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен правонарушителем. Оказался 22-летний местный житель. Он сознался, что совершил на территории Дубовки серию краж камер видеонаблюдения. Аппаратура была обнаружена дома у молодого человека. Причина использования в домашних условиях данной аппаратуры. Они хотели как-то эти камеры применить в домашних условиях. Но непосредственно, ввиду отсутствия знаний определенных в данной сфере, им это не удалось. Поэтому они их просто хранили у себя дома. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Продолжение следует...